В Беларусь пришла весна, а вместе с ней идет и повышение температуры. Под угрозу безопасность любителей порыбачить ставят водоемы, покрытые тонкой ледяной коркой. Проверять ее на прочность в этот период однозначно не лучшее время. Считанные секунды и человек уходит на дно. Хочу сказать, что... Опа, опа, опа! Ой, б***ь! Мужики! У кого есть что? Давайте веревки! На березине толщина хрустального покрытия сейчас кореблется от 30 сантиметров до нуля. Это значит, что опасность может подстерегать буквально на каждом шагу. Вот и праздничное утро 8 марта чуть не обернулось трагедией в Бобруське. Вовремя подоспери спасатели. Под лед рыбак провалился в районе Форштадта. Во время следования домой человек не заметил промойну. Наступил туда, провалился. Глубина в месте провала составила 2,5 метра. Он ухватился за лед. Вахтенное наблюдение увидели. Сыграли тревогу. Люди подскочили. И, соответственно, оказали помощь пострадавшему. Он был доставлен в спасательную. Обогрет. Высушен. Медицинская госпитализация ему не понадобилась. Подобные случаи спасатели фиксируют в разных уголках страны. Только вот далеко не все заканчиваются хэппи-эндом. Жертвы, как правило, рыбаки и дети. В Солинском районе в конце прошлой недели двое 7-летних мальчиков после школы зашли на мелиоративный канал, покрыто льдом. Он не выдержал веса детей. Один ребенок утонул. Второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик. Гарантированно прочного льда не существует. Если все-таки рыбаки до сих пор стремятся на водоем, то, конечно, хороший рыбак возьмет с собой жилет, возьмет с собой заряженный телефон, возьмет с собой термос с горячими неалкогольными напитками и возьмет с собой так называемые спасалки, специальные штыри. Хочется напомнить родителям, чтобы они ни в коем случае не позволяли в данный период детям играть у водоемов, у рек, у карьеров возле озера. Это очень опасно, несмотря на то, что дети не ищут опасности, они просто играют, им просто интересно. Но такой интерес может закончиться трагичным. Кроме того, внимательными следует быть и при ловле определенных видов рыб. Например, до середины апреля запрещено добывать щуку из-за нереста. Если говорить о статистике, то в этом году на территории Могилевской области смертельные случаи на водоемах не зафиксированы. Однако игнорировать правила безопасности – слишком рискованная идея. Даже самый крупный улов не стоит человеческой жизни. Ольга Васенда, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.